Пять тысяч участников со всего мира. Для каждого это главная гонка в году. Для многих главное в жизни. Выиграть здесь значит войти в историю триатлона и мирового спорта. Но даже просто выйти на старт и финишировать могут только самые железные люди планеты. Каждый, кто сюда приехал, должен был заслужить это право. Каждый прошел через сложный путь испытаний. И это то, что делает гонку особенной. Если это триатлон на дистанции Ironman, значит это Конор. Очень тяжелая гонка, много подъемов, сильный ветер, очень высокая влажность. Даже самым подготовленным атлетам не гарантирована победы на коне. Жара и истощение могут настигнуть любого. Многие суперзвезды тут сходили с дистанции. Проплыть почти четыре километра, проехать 180 километров на велосипеде и сразу после этого бежать в марафон 42 километра. Это дистанция гонки Ironman, преодолеть которую нужно максимум за 17 часов. На то, чтобы просто отобраться на чемпионат мира, получить право участвовать в этой гонке, уходят годы тренировок и стартов. Если ты занимаешься триатлоном, то попасть сюда и финишировать успешно. Это, конечно, такая вершина. На кону, главную гонку в мире, Леонид Бугуславский квалифицировался еще в 2015-м, всего через полтора года после своей первой триатлонной тренировки. Но первый раз стартовать сможет только в 2022-м, в 71 год, после двух операций, с протезом в бедренной кости. На моей памяти и в моем знании я прошел большое количество своих друзей из Европы, хирургов. Никто не знает ни одного человека, кроме Леонида, который бы после ревизионного эндопротезирования был вообще физически способен выполнить Ironman. Он с детства мечтал стать спортсменом, но ни в одну секцию его не брали. Свой спорт, триатлон Леонид Бугуславский нашел в 2013-м, когда ему было 62. К тому моменту он уже был одним из самых успешных бизнесменов и инвесторов. Когда я был ученым, когда я был предпринимателем, когда я стал инвестором, то в каждой из этих жизней отдельных, которые можно рассматривать как отдельные жизни, я все время шел через преодоление. В принципе-то я мог бы уже ничего не делать, причем давно. Я мог бы не продолжать мотаться по делам, по разным нашим офисам, в разные страны, летать куда-то на конкретную встречу на один день, потому что это очень встреча важная, но я это продолжаю делать, как будто мне там, не знаю, 50 лет. Я все время себе ставлю какие-то цели, которые связаны с тем, что надо кого-то там обогнать или что-то сделать лучше, чем вот кто-то другой. Фрирайд на горных лыжах, на велосипеде к Южному полюсу, экстремальные экспедиции, серфинг и до триатлона Леонид регулярно испытывал себя на прочность. Но новые увлечения и мечта о чемпионате мира на коне затмили все остальное. Лео невероятный, мы называем его Лео, Лев, потому что он просто никогда не останавливается, и ему за 70 оттренируется, как будто ему 20. У него уровень самоотдачи, как у спортсмена-олимпийца. Когда он только начал заниматься триатлоном, он понял, что может занимать места в первой пятерке, в первой тройке, в своей возрастной категории. А он хотел быть первым, он хотел на самый верх. Свой первый в жизни полный айронмен Богославский сделал в 63, спустя год после прихода в триатлон. Тяжелее всего давалось плавание. Первый год на всех гонках он плыл дистанцию почти 4 километра на спине. По-другому не умел. И все равно финишировал в лидерах своей возрастной группы. Но чтобы отобраться на Кону, нужно было побеждать. На первом полном айронмене я стал четвертым в Австрии. И я понял, что у меня есть шансы отобраться на чемпионат мира. Ему никогда не надо пускать на какой-нибудь Джалман Лунгму, потому что это действительно сопряжено с риском. Но все равно, если он туда пойдет, он туда дойдет. Иначе зачем это начинать? Кона. Чемпионат мира айронмен. Самая престижная, самая сложная гонка в мире. Жара, почти стопроцентная влажность, сильный ветер. Подготовка к гонке и ее условиям начинается за много месяцев до старта. В 70 лет у Леонида до 20 часов тренировок в неделю. Сегодня с утра 5 часов велосипеда по 30-ти градусной жаре. Для начала. У нас была 5-часовая велотренировка, и он всю дорогу по жаре жал на полную. И после этого у него сразу беговая тренировка с другим тренером. Хотя из-за травмы он может только быстро ходить. И я вообще не могу бегать. То есть я не могу даже одного бегового шага там сделать. Я, в общем, освоил технику спортивной ходьбы. Я довольно быстро хожу. Осваивать спортивную ходьбу вместо бега он решил в тот момент, когда любой другой на его месте навсегда закончил бы с триатлоном. Август 2015-го. Леонид готовится к первому в жизни старту на коне. До гонки остается 8 недель. Я, в общем, очень серьезно готовился. У меня было аж три таких старта, таких подводящих, на которых на всех я был в призерах. Очень хорошую форму я набрал. А дальше получилась следующая история. Поскольку у нас образовалась такая компания, ребят, которые, как я сказал, моложе меня, но это мои друзья, и мы там тренировались вместе, ездили на сборы, участвовали в соревнованиях вместе. И вот вся эта компания зарегистрировалась на велогонку. В первый день организаторы напутались с дистанцией. Дали больший объем работы, то есть длиннее она была и больше перепад. На финише было жутко холодно. То есть последний, наверное, километр набора, который никто не ожидал, он достался всем большой, большой кровью. То есть когда Леонид финишировал, он сказал, слушай, я просто за пределом возможности. Мы на ужине решили, что, наверное, на следующий день лучше пропустить. Прихожу с утра на завтрак, но я выхожу, Леонид уже сидит. Я говорю, Леонид, а ты что тут делаешь? Ты должен отдыхать. И вот я сижу на завтраке и думаю, ну как так, они поедут, а я что, я в машине там поеду на финиш. Сегодня самый длинный день, там под, я не знаю, 180 километров горного этапа. Ты вчера вообще уже там наелся, как и многие другие, но просто сегодня стоит отдохнуть. Нет, я все, я восстановился, выпил, я за отличный себя чувствую, но о чем ты? Все пацаны едут, а я что-то, так сказать, не поеду. И я, в общем, решил ехать, второй этап. Он был очень сложный, там было 25 километров такого подъема, и надо было вот ехать в гору, в гору, в гору, в гору. Если ты на фоне усталости, ну можешь потерять на мгновение концентрацию, все, там, баланс потерял, залетел, в кого-то врезался. Ну, собственно, так и произошло. Он мне позвонил, сказал, ну, ты знаешь, я упал здесь на велосипеде, на ровном месте, ну, что-то у меня немножко бедро болит, ну, может быть, мы сейчас массаж поделаем. Никто не знал, никто представить не мог, что это перелом. Это, видимо, такой получился усталостный перелом. Короче, я сломал шейку бедра. Он приехал к нам. Мы подтвердили перелом шейки бедра. И ему был установлен эндопротез. После операции я начал очень быстро восстанавливаться. Ну, достаточно сказать, что я вот уже имею протез, прошло только 10 дней после операции. Я начал тренироваться. До коны остается еще 6 недель. Восстановиться за такой срок после перелома шейки бедра и все-таки стартовать в самой тяжелой триатлонной гонке мира невозможно. Но Богуславский уверен в обратном. Тогда он еще надеялся восстановиться и успеть стартовать на коне. И именно из-за этого он травмировался во второй раз. В один день была тренировка плавания. И было написано плавание в открытой воде, там, не знаю, 3 километра. Я прихожу на берег моря, а там шторм. Я не успел зайти глубоко, и пришла большая волна. Она меня накрыла, скрутила. И вот этот уже стоящий протез, ножка этого протеза, который внутри кости стоит, выломала мне бедренную кость. Это был его выбор. Он сделал так, как он считает нужным. Это его жизнь. Да, безусловно, последствия этого выбора мы переживаем до сих пор. И у него произошел перелом уже вокруг ножки эндопротеза, что привело к необходимости повторной операции. И тогда уже была взята ножка большего размера, большего диаметра. Установлена тоже головка, установлена впадина. И вокруг еще сделано несколько таких серкляжных швов, которые вот здесь вот отмечены. Соответственно, они видны на рентгене, они скрепляют кость снаружи. Первое, о чем я подумал, что вот я должен самому себе доказать, что, ну вот, конечно, это большая неприятность, но ничего не изменилось. В общем, в моей жизни ничего не изменилось. Я хотел это доказать в первую очередь себе, но также очень сильно хотел доказать врачам, которые мне выдали инструкцию, что мне нельзя. Перелом шейки бедра, а потом из самого бедра и в общей сложности три тяжелые операции – это, как правило, конец любых спортивных увлечений. А для людей в возрасте – часто и активной жизни вообще. Но Леонид сделал почти невозможное. Уже через 7 месяцев он вышел на старт чемпионата Северной Америки. Это был полный айронмен. И смог успешно финишировать. После чего сделал паузу в подобных соревнованиях. Мечту о коне он хоть на время и отложил, но не бросил. У меня юбилей, мне 70 лет. И у меня была сначала идея только выступить, только сделать полный длинный триатлон в юбилейный год. Так вот, прямо как подарок самому себе в день рождения. Ну а так получилось, что я отобрался на чемпионат мира. В год собственного 70-летия Леонид Богуславский финишировал в двух полных гонках айронмен. И отобрался на кону еще раз, уже с протезом в раздробленном бедре. Причем сразу на два чемпионата мира – 2021 и 2022. Через 7 лет после тяжелейших травм, в 71 год, Леонид готов выйти на старт главной гонки мирового триатлона. Триатлон – один из самых демократичных видов спорта в мире. Здесь рядом стартуют профессионалы, чемпионы мира и олимпиад, и те, кто после гонки вернутся к своим обычным делам – учителя, бизнесмены, офисные работники. Одним из главных претендентов на общую победу в коне – норвежец Кристиан Блюменфельд. Что бы ты мне посоветовал перед гонкой? Иметь план, как с плаванием, когда нужно четко понимать, что это не просто заплыв, после него будут еще велосипед и бег. И нужно равномерно распределить силы, иметь хорошую стратегию. Ну и скрестим пальцы, чтобы у вас все получилось на велоэтапе. Очень трудная гонка. Никогда нет гарантий, что вы доберетесь до финиша. Не имеет значения, насколько вы быстры. Эта гонка может вас перемолоть. Каждый год профессионалы сходят пачками. Возрастные, молодые, без разницы. Я больше всего переживаю из-за жары. Это, наверное, самая жаркая гонка из всех, что я видел. Отец выглядит расслабленным, но, возможно, он просто не показывает свои истинные эмоции. Цель минимума у меня была просто финишировать до того, как закроют финиш. А финиш закрывают через 17 часов после старта. Каждый этап по-своему будет труден для него. В плавании ему придется проявить терпение. Он преодолеет дистанцию, но будет долго находиться в воде, и это отнимет часть сил. Был реальный такой план с временами на каждой дисциплине, с временами на транзиты. И основная цель была выйти из 16 часов, то есть финишировать больше, чем за час до истечения контрольного времени. Но удивительно, что с точностью до минуты я сделал плавание вот точно как вот по этому плану. этот план был основной. На велоэтапе главным будет питание. Ему будет нужно поддерживать силы и энергию, в то время как его будет припать етром, а жара и влажность станут просто беспощадными. Не меньше испытания – ветер. Резкие порывы с океана способны сбить с велосипеда любого. И для Леонида на кону далеко не только финиш в гонке. На велодистанции у него максимум 8 часов, но все может решить одна секунда. Ошибок эта гонка не прощает. И за три дня до старта, во время обычной тренировки, это стало очевидно всем в команде Богуславского. Все могло закончиться полной катастрофой. «Ты видел, что произошло?» Его начало мотать в стороны. Он потянулся достать свой напиток, потянулся, заметил кочку, попытался отвернуть, и его просто понесло. Он мог вылететь далеко, если бы ты его плечом не остановил. И как же нам повезло, что не было машин. Сто процентов. Я упал не на скорости, и я упал направо, где у меня как раз стоит протез. Ну, как бы, тело выдержало. Но мне реально, ну, то есть, мне реально падать нельзя. Леонид смог выйти на старт, но это полдела. До финиша гонки добираются не все. В этот раз 140 участников сошли с дистанции из-за жары, усталости, травм, обезвоживания. Большинство именно на велоэтапе. У меня начались судороги, приводящих мышц бедра на обеих ногах. И эти судороги начались за 60 километров до финиша на велосипеде. И они приходили и уходили, приходили и уходили. И, в общем, это, конечно, сильно снизило скорость. Ко мне всегда приходят эти судороги где-то после 4 часов работы на велосипеде. Во время гонки ты понимаешь, что тебя на финисе ждут близкие тебе люди. И, в общем, тебе это продает силы. Более того, собственно, это является очень важной мотивацией, чтобы финишировать. Ни в коем случае не сойти. Ты не можешь облажаться в такой ситуации. Свой велоэтап Богуславский прошел даже быстрее, чем планировал. 7 с половиной часов. Но хватит ли времени и сил, чтобы добраться до самого финиша? До финиша гонки, которой он шел столько лет. Мне больно бежать и, вообще говоря, больно ходить. У меня не очень стабильный протез, то, что называется. И это болит кость. После травмы операции он пробовал найти способ бегать. Ему было очень больно, было тяжело. Я подумал, что это все, конец. Но он доказал, что я ошибался. Мне больно медленно идти и мне больно бежать. А быстро идти не больно. И я тогда подумал, слушай, ну есть же вид спорта, спортивная ходьба. Значит, если ее освоить, то можно быстро идти. После двух операций с протезом в бедре Леонид не может бороться за первые строчки. Главное – финишировать до исхода отведенного на гонку времени. До коны Богославский участвовал в 20 гонках «Айронмен» и финишировал во всех, кроме одной. Пять месяцев до коны. Эта гонка «Айронмен» в горах Невады должна была стать для Леонида главным этапом подготовки к чемпионату мира. А стала первой, на которой он не смог дойти до конца. Мы видели папу, и он нам сказал, что, наверное, он посмотрит, когда он подъедет, но, наверное, он не будет бежать, потому что это карав. Еще на велоэтапе у Леонида отказал монитор мощности и скорости. Не зная этого, он ехал по трассе слишком медленно, что не успеет финишировать за отведенное время, понял поздно. На беговом, последнем этапе со сходом уже пришлось смириться. Я сошел не потому, что я чувствовал себя плохо, а я просто понял, что я не укладываюсь во время, и поэтому я все равно буду считаться, что я не финишировал, даже если я финиширую. Конечно, я расстроен, в общем, я переживаю. Такая неудача, это очень важный урок. Надо просто все хорошо проанализировать и построить тогда подготовку вот кони таким образом, чтобы избежать того, что случилось вчера. Он прошел 12 километров, осталось еще 30, это примерно 4-4,5 часа до финиша. Хватит ли времени и сил? Дойдет ли он до финиша гонки, который шел в 8 лет? И готов ли дойти любой ценой? Я никогда не допускал, чтобы я к финишу попал, то называется, в красную зону. То есть красная зона – это когда настолько там плохо, нужно, чтобы там были медики, ну, там отлежаться. Это не значит, что-то с тобой страшное случилось, но это очень… Ты очень плохо себя чувствуешь, и тебе надо полежать в этой медицинской палатке, то, что называется. Те там могут чуть-чуть помочь, восстановиться, что-нибудь тебе впрыснуть, дать кислород и так далее. Но это вот красная зона. Я никогда этого не допускал. Когда я финишировал, с пониманием того, что если надо еще там, не знаю, 10 километров пробежать или пройти, то я запросто это могу сделать. Это единственное 100 метров, в которые я бежал. Он никому ничего не доказывает, только самому себе. Он борется, знаете, как с прошлой версией себя, чтобы сделать апгрейд. Ему от этого хорошо. Это чувство счастья. Это то, что его дает ему чувство полета. Ты понимаешь, что такое чувство полета? Это то, что его окрыляет. Это то, что ему помогает идти вперед. Как это можно остановить? Никак. Для меня спорт – это модель жизни. Вот эти моменты преодоления трудностей, моменты радости за то, что у тебя там что-то получилось, это же очень… Это очень похоже. Свою главную гонку Леонид Богуславский закончил за 15 часов 50 минут 34 секунды. Но в общей сложности к этому финишу он шел долгих 8 лет. Каждый раз, когда ты финишируешь успешно на соревновании, то это, конечно, колоссальные эмоции. И вот эти эмоции хочется повторять и повторять. Когда я был мальчиком-подростком, то у меня возникла такая фантазия, когда я прочитал историю баскетбола, как школьный учитель, вот фактически его изобрел, да, баскетбол. И я подумал, вот было бы круто, если бы я тоже какой-то вид спорта придумал. Традиционный триатлон слишком длинный и скучный. Ну, едут и едут, бегут и бегут. Там возникают моменты какие-то такие важные, драматичные и так далее. Ну, их нам надо ждать часами зачастую, этих моментов. Вот. И мы вот придумали, что надо создать профессиональную лигу, в которой бы соревновалась вся элита топовой атлеты мира, триатлеты. И чтобы форматы триатлона были настолько короткие, чтобы умещалось это в окно вещательное для телевизионных трансляций и так далее. И мы придумали вот эти суперспринты короткие. Три триатлона, допустим, подряд, потому что называется back-to-back, они укладываются меньше, чем в час. Так родилась суперлига триатлона, а вслед за ней триатлон в закрытых помещениях. Богуславский не просто нашел себя в этом спорте, но и нашел триатлону новое воплощение. Для меня это как раз как это отсыл вот к этой детской мечте, что мы теперь вместе совместно с Международной Федерацией мы начинаем двигать этот формат на Олимпиаду. И надеемся, что, может быть, уже в 2028 году в Лос-Анджелесе нам удастся включить то, что мы изобрели, то, что мы изобрели в Олимпийские игры. У самого Богуславского до 2028-го тоже есть планы. Дойти до финиша главной гонки планеты совсем не значит остановиться. Если здоровье будет соответствовать и никаких происшествий со мной не произойдет, дай бог, то, наверное, в 75 я повторю. Именно квалификацию на кону и участие здесь. Я вижу по его глазам, что он не готов заканчивать с этим спортом. Вернется ли он сюда, я не знаю, но знаю, что он готов продолжать свой путь в триатлоне. Субтитры создавал DimaTorzok